Би-бой! Всегда такой, выходит за картон и начинается бой! Би-бой! Сила огня, невозможного нет, всегда веришь в себя! Би-бой! Всегда такой, выходит за картон и начинается бой! Би-бой! Сила огня! Еее! Привет, меня зовут Пётр Глушков, aka Uncle Pete, он не спит, специально для хип-хоп в ответ первого лица. Расскажи, как ты вообще соприкоснулся впервые с музыкой хип-хоп или с тусовкой, увидел видеоклип или какая-то кассета, винил, когда это было? Ну, трудно сказать, наверное, это вся жизнь, потому что во время моего детства появлялось очень много красивой музыки, разной, и от рок-металла, и поп, и рэп, и, по-моему, это было заря всего, что началось в моей жизни. Ну, по крайней мере, если посмотреть на антропологию альбомов, до этого ничего такого существенного не выходило, то, что меня до сих пор тыркает. Торкает? Тыркает? Наверное, торкает. И, наверное, все-таки, если я родился в 60-е годы, для меня музыка 80-х-90-х, она уже, наверное, была бы, как сказать, ааа, это как тогда были, рокеры как-то так говорили, ааа, это рэперы, это не модно. Так как мне это захватило моё юношество, и моё юношество также совпало с нелёгкой ситуацией вообще в мире, когда мы были в постсоветском пространстве, и всё это разваливалось, и беззаконие какое-то, бандитство, и... Ну, как бы мы были в центре. Мы были молодые, 16, 17, 18, и как бы нам казалось, что вся жизнь пройдёт именно так. И, наверное, это оставило какой-то отпечаток. То есть это 90-е, и вот всё неспокойно на улице. Это 89-й, 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 90-й, 91-й, 92-й, 93-й, 94-й. Это, чем не запомнилось, это очень хорошая погода, потому что дождей почти не было. Это какое-то удивительное время, когда дышалось как-то легко, потому что ещё, наверное, было постсоветское время, и люди как бы были такие, скажем, открытые. Это был уровень звука, который сейчас настраивается. По-моему, там всё будет хорошо. Вот. Что-то такое, наверное, светлое у меня осталось с тех времён, но, тем не менее, это была какая-то незанятость, какая-то безделие, безбашенство и постоянный поиск, чем заняться. Потому что толком нечем было заняться вообще, ничего не было, как бы ничего купить было невозможно, хотя и деньги, наверное, были. Ну, какие-то ребячества какое-то, там, карбид пожечь, повзрывать что-нибудь, на завод какой-то залезть, который ещё не разворовали, как бы. Ну, мы туда лазили, естественно. Одиночные походы, как бы. Но, как бы, всё равно музыка, она постоянно была рядом. Кассеты и всё такое. И, наверное, это оставило какой-то отпечаток. Потому что так получилось, что я учился во второй, ну, во второй, как-то, не продлённую группу, а... Смена. Да, вторая смена, да, вторая смена. И у меня брат учился, он старше меня 6 лет, в первую смену. И мой день, конечно, начинался с Iron Madden, Metallica, Sware. Такая. Это когда он срабатывал. Когда он выходил в утром в школу, он слушал эту музыку достаточно громко. А я в это время спал. При нём это всё происходило в одной комнате. Ну, естественно, как бы, как и назвал, младшему брату, когда он уходил, музыку не выключал. Пока кассета, когда играла в одну сторону, потом переворачивалась, играл в другую сторону. это как-то во мне как бы посадила взрастила какой-то ненависть к металлу потому что сука он меня бесил просто не выспаться ничего а мне по тем временам нравилась конечно помягче музыка ну так толком то еще ничего такого не было но в конце концов как-то один из моих друзей у нас было трое по моему да стащили стащили или я затащил или меня затащили как-то это ну по тем временам какие-то танцы прыгали скакали что-то какой-то там робика было не пробить не был брэйданса не было было давно не правда брэйданса еще не было но это было как-то связано с танцами чем-то мы там или dance of street это был или по-моему dance of street да я могу ошибаться ну и как-то нас-то затянуло мы как-то попали естественно в эту движуху там и музыка там и какие-то тусовки поездки все это как бы накрыла с головой но тем не менее это были 90-е года потому что 90-х годах мы искали все равно себя как как себя реализовать как себя ну с точки зрения людей найти как бы очень тяжело было найти какую-то самореализацию известно за что мы молодые люди выхватили ставили танцы полностью с головой туда ушли это были какие-то уже проекты группы нет это были нет это были безбашенные какие-то тусовки друзей которые чем-то там чем-то делились находили какую-то информацию сборники какая-то музыка сиделки дома аквариум виталика ларионова там ну как бы ну как вот три-четыре пацана вместе тусуются вот это вот как то так вот в риге начали появляться довольно-таки модные клубы и в прошествии какого-то времени естественно мы уже научились делать какие-то классные вещи сложные элементы как сказали вы друзья брейкеры и у нас была довольно серьезная группа мы выступали в клубах да и как так музыки это все пришло ну скажем так не прямым каким-то как-то рядом она всегда шла она шла рядом мы как-то танцевали всегда что-то вот происходило с ней но конкретно меня задела группа такая была туин саня рак должен там юрка был и о них очень классно были всегда поставлены номера они танцевали и не были классные миксы классный микс они классно танцели сашка делал бошку меня просто снесло мне голову я тоже делал бошку крутились в принципе тот человек который меня немножко как бы повернул мой вектор жизни в сторону музыки потому что мне я посмотрю как они танцит такие миксы классные а мы там под какие-то простецкие там биты хотелось конечно как бы выглядеть круче с точки зрения шоу и с точки зрения из зала на сцену ну и я задался очень серьезным вопросом как как не было компьютеров ничего вот знаешь когда не 1 1 год приезжали еще как бы мы близко не познакомились мы просто общались ну как бы привет привет пока пока я имею ввиду музыку вот то есть думать на чем спешишь понимаешь спешишь все медленно происходит спустя год мы уже познакомились поближе я задал этот сокровенный вопрос который ты мне задал как двухкассетник да ну как они это резали понимаешь ну понятно ребята были старше и у них вообще как бы не было припал как бы у них даже подумать не могли что компьютера могут такое делать но звучало все прикольно чуть-чуть где-то там склеечки были такие криволатые но это можно было все списать типа прикольно вот типа со стороны никто ничего не понял слушаться до косички были но звучало классно поэтому было принципе не важно как как люди резали было важно как всегда смысл что они резали что они под это делали и вот этот вот микс был крут ну естественно у меня были друзья уже такие на тот момент продвинутые которые занимались айтишники но это не те айтишники которые сейчас сидя с планшетом он управляет серверами да это были ребята там какие-то там 486 какие-то то первый пейте бросим и от windows какой-то уже был не ну и не и конечно я помню и к стишки я все помню это же как бы молодость компьютер это вообще отдельная тема не всегда как бы шли рядом от за их спектром а там пока что не было за их спектром а там амиги командоры письма и маконтожи трекеры окта меда это амигерская программа tracker пас трекер это попса не менее это все попса когда там была очень очень важная очень важный момент очень важный момент то что писи в принципе никогда не был раз и все по тем временам вообще ничего не было вообще ничего не было ну как бы да был доз был там pacman да в принципе есть можно было поставить точку была такая часть как амига командор амига она была намного развития там было намного мультимедиа развита можно было писать сэмпл это можно было что-то придумывать и там были уже трекеры и по-моему они были 8 битные но какие-то классные всего четыре дорожки точнее четыре голоса не так как сейчас просто просто четыре голоса там независимо от раба обрабатывать и это давало какой-то другой импульс потому что то чего не было нигде было там и только спустя время писи как бы вот они подошли к тому что появился там сам порч 3 по моему с амплитуда 3 не 8 10 12 а 3 и не естественно там не было половины функций которые сейчас есть там не было никаких плагин вообще ничего не было это было настолько на бой настолько как бы ресурсы машин были настолько слабы плюс еще когда ты не понимаешь как можно порезать ну как приду просто чили белый лист бумаги где программы вообще никаких описаний вообще все вот прям вот методом тыка вот так как как менять скорость как нарезать плюс это не мультитрек это какие-то как когда сохраняешь то обратно ничего берут не можешь но это такой чины накладывала целый вагон ограничений но с которым как бы все творчество по тем временам упертость она с этим как бы справлялась но это было не самое сложное это хорошо если у вас дома стоит компьютер и у вас как бы вам не нужно идти утром на работу на пивораму лес пилить вечером у вас еще брейк-дэнс и как бы потом вы приходите домой в 10 в 11 и до двух сидите до трех а какой к себе не к себе пришел к другу потому что такой у него был первый пентиум потом ты приходил домой получал от бати за трещину о том что завтра утром ты не встанешь естественно в обед ты вот такой вот просто потому что у тебя сил нету и все это замкнут и кругу точнее но это не мешало ну как творить это знаешь творить 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 наверное самообразованием заниматься так назвал бы потому что творчество это я бы не назвал бы творчество какой-то творчество какое-то развитие эти умоляю мне сейчас дочка вон восемь лет я и показал что такое вегас показал как снимать на на телефон типа своих кукол таком семь было и она делает мультики дом кому он 7 лет вегас ребенок уже все знает как отрезать как с телефона закинуть как вычитать как все да мне было там 16 17 лет и я на сам for смотрел вот такой можно на рекорд нажать а где взять микрофон вообще ничего не было да это был прям 0 полный ну и как-то так получилось что наверное это был мой первый какой-то такой опыт и естественно моя жизнь таком темпе она не могла долго продлеваться в семье потому что ну у меня просто там дома поносили ну типа возьми за голову сделай что-нибудь не ну естественно не были правы с нами были право я был распиздя и как бы наверное это было хорошо или плохо я не знаю наверно это как-то откладывать на каждом человеке какую-то печать и мы делаем какие-то выводы и в конце концов это тот опыт на котором я не знаю что сейчас я бы сделал тогда есть наверно это было какое-то стечение потому что реально 90 ну реально 90 ну прям 90 и тебе 16 лет тебе там не 7 не 8 не 25 а ты как бы формируешься и у тебя ты смотришь вокруг а там еще пустота ну как бы такое знаешь ну это же как бы выросла во что-то какие-то первые прям уже концептуальные демки какие-то ты очень 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 ты сразу же демки ты вот представляешь себе рэпера который там написал два трека имеется ввиду что все равно когда ты что-то пробуешь нажимаешь там ты это вначале это было смешно все я даже сейчас не знаю где это и хорошо что все хартистки сгорели к чертям хотя я знаю людей у которых есть копии но нет конечно просто это нет для всех это было удивительно потому что это было настолько ново что ты что-то можешь отрезать откуда-то что-то с этим про манипулировать и как-то в каком-то неважно в каком там творческой идее вылить на какой-то компакт диск и потом придется на смотри такой вау на самом деле это было только изучение программ потому что к этому же еще нужно было какое-то музыкальное понимание но было но она как бы с точки зрения электронного музыкального не клеивать да потому что понятно что было нужно поднять тональность либо еще что-то сделать но функционал был настолько ограничен что естественно все это не получалось так как хотелось это сейчас вы уже можете открыть youtube нажать типа так как работать на в рипере перед тобой полторы тысячи файлов там от начала до конца тогда до туториала как быть звездой как на самом деле это остался вопросом всей моей жизни я до сих пор тем занимаюсь и как бы это вообще-то очень сложно это очень сложно это прям вопрос жизни реально потому что ты как организм точнее все зависит друг от друга вообще все все зависит и когда ты делаешь сложные системы сложные системы все таки там все не так просто ладно это неважно тоже к моим сегодняшним занятиям ну и естественно как бы вот был у меня друг рогожин который крутился на голове кстати вот недавно к ему ездил он сейчас школе а вы духовой по моему главный как главный хореограф вот вот школе а вы духовой главный хореограф он толповый мужик и вот он как бы посадил меня на музыку я с тех пор начал очень серьезно заниматься компьютерами и компьютерной музыкой и компьютером вообще записью компьютерной какой-то обработкой естественно как бы в риге были люди кто уже этим занимался точнее они не то что этим занимались они не подразумевает делали было радио потому что на радио всегда были звукорежиссеры которые делали ролики которые резали что-то радио это вообще такой начальные начальная школа для звукорежиссера хочешь на работу учиться работать быстро иди на радио потому что на радио нужно было делать левую работу быстро ну естественно был знакомый такой у нас сергей гужик бриггин заработал на миксахаем утро танцевали в клубе underground и я подошел к мужу я немножко в этом разбирался но я был как бы перед зеленым какой цвет желтый по моему не желтый тоже после зеленого помогут я не цвета но как бы неважно что-то перед зеленым потому что как бы я что-то мог делать но не было оборудования у них уже были сэмплеры на радио них уже были специальные машинки которые все это вот как сам форж только это была машинка которая это делает это было прикольно и он тогда сделал как бы классный микс он порезал mc хаммера дула джеткуит порезал по моему джексона джем порезал еще по моему дуку хьюсон туда зарезал как бы там очень большой замес был и это было реально прикольно для него это тоже была первая работа потому что я ему просто дал кучу компанистского на и он как-то так за вечер его видно проперло и он на следующий день пришел и говорит я не знаю что это возможно вам подойдет так взячивость руками ну было прикольно да и вот это тоже какой-то такой был момент толчок как бы вау если у него так получилось я тоже могу да и он сделал классный мешап сделал на самом деле классный мешап и все-таки его машинка позволяла больше вариантов работы чем тот самый ну опыта было больше во-первых старше меня был во-вторых он уже 3-4 работал на радиусе он знал все это знал как это работает он знал как была набита рука я очень много времени тратил чтобы списать с диска это было невозможно у нас не нужно было это как-то записать через какую-то звуковую карту ну она была да она была отвратительная естественно потом ты что-то пытался там исправить что-то вместо того чтобы сейчас сесть за компьютер начать заниматься творчеством ты как бы вот 70% занимался каким-то технической фигней а все-таки машинка позволяет делать быстро как mpc почему все это ты сел с ртут этой музыки машинка тоже самое ты загнал отрезал увеличил скопировал ну как бы у человека был опыт да и естественно я позавидовал я захотел так же мне пришлось сесть и дальше изучать это был хороший пинок под зад ну как бы зато с тех пор я по моему делал миксы для всего города вообще все идет я снабжал по моему весь город рига аудио наркотиками это имело какое-то там название серию серию но не было это не название не сели это просто так получилось что естественно я устроил с работы на радио естественно на радио были какие-то губы делали трансляции соответственно город маленький это же 10 часть московского района естественно все друг друга знали естественно знакомства естественно рука набивалась каждым днем естественно очень классные люди с которыми я отработал радио не дали очень большой одно дело там знаешь бешеные руки старчащие по кр contributions другое дело творческие творческие ran был такой надеюсь что очень живой юрк шаршо вообще бог рекламы вот какая у него мысль он реактор идей при том атомный бог любит троицу и понеслось там очень интересно очень-очень много работы было естественно радио дало какой-то свой толчок и денежные естественные финансовые потому что можно было на конце зарабатывать но как бы это была другая сторона медали потому что со всей моей работой я пришлось так что я ушел из семьи я с 18 лет вообще жил один временами там на 2 евро в неделю ну потому что чернуха была полная ну как бы я всех дома задолбал свои музыки своими чем-то там ой я там как-то и колонки пытался дома пилить потому что вообще ничего не было потом как-то еще я только не делал а на радио работу ты использовал как студию такую свою получается сначала я думал что это прикольно мне вообще кажется что любой человек сначала ощущает что в этом есть какой-то хайп новое слово хайп да уже лет 5 стало сейчас типа хайп они ненавижу телевидение все это старое слово уже на самом деле по-русски говоря был какой-то какая-то часть удачи что ли поймана странно до первого первого постами до сих пор придет она как бы не перестает заряжала ты что-то делаешь дает за заряд что ну то есть ты не угасаешь а наоборот у тебя там как-то больше не хочется какой-то получаешь прямо знаешь даже 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 переходя в спокойствие какое-то да было полное спокойствие умиротворение потому что именно умиротворение давала возможность заниматься творчеством когда у тебя страх очень тяжело заниматься творчество ну-ка что за нервы да 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 ты не можешь расслабиться там пригласить друзей там не знаю каких-то творческих единиц или с кем-то познакомиться предложить что-то сделать это всегда ну наверное мне так несколько мне знакомых знакомых людей те кто немножко побаиваются или как стрессует с ними очень тяжело делать творчество могут расслабиться как бы и прыгнуть в бомб туда там потом разбираться что будет у меня как-то так получилось что я был спокоен потому что я наверно пожил один на 2 евро в неделю там на сосисках на алисе нормально похудал и как бы уже страшнее чем было уже ниже дна я узнал еще и в пару пару метров дна там еще есть что-то но как бы как-то не было страшно уже поэтому вот такое безразличие уже уже некуда а дальше только лучше может быть и как-то все это ну вот так вот завертелось в риге тоже были какие-то тусовки естественно какие-то уже на то время от меня с евгений копеин куча лет дружим тоже свою группу была нет дыма без тоже общался тем временам он там москву съездил и что-то с там познакомился там уже свои там терки какие-то да мы тогда как бы я тогда еще я даже не помню чем я занимался помню я помню что я делал себе компьютер какой-то мечтал о том что будет 20 гигабайт да я себе купил себе хардиск на 20 гигабайт да 20 гигабайт 17 гигабайт это был самый большой диск 3,5 дюймовый по тем временам это можно посмотреть какой-то год был и вот раз себе собрал я такой вот наконец-то можно потому что эти маленькие харды но их ничего невозможно было записать точнее архив какой-то чтоб для себя подразумевал какую-то сессию обязательно было его куда-то выводить потому что места не было ну да это глупость очень большая ты представляешь а я получилось так что мне вот раз сегодня звонил как ни странно сенсей свапка херни тоже наш деятель творческий и у него танцевальная студия dance of street и у него было очень много команд и всем нужно было что-то резать там где-то сложно где-то не сложно где-то с нуля нужно было придумать это все конечно были вариация на тему типа давай возьмем две песни что-то с них слепим ну неважно и работа подразумевала то что нужно было иметь довольно-таки большой архив сэмпл а сэмпл откуда вот все что люди приносили как бы кто-то с кассеты кто-то что-то просто перематывал всю кассету все что тебе нравилось ты вырезал какие-то куски резовых и сохранял естественно мегабайт гигабайт терабайт я сейчас уже подпутаюсь мне там сколько сейчас телефоне все четыре тарабайт гигабайт гигабайт да что штрафу 17 первый наверное первую дара да и что там ты на 400 мегабайт мог записать на хамки 440 был я помню 400 были помог мегабайт и потом мегабайт да гигабайт да ну как бы ничего в mp3 хранить а еще был формат такой дебильный вафф вафф с кодеком mp3 у меня где-то еще диски лежат с тех времен до сих пор открыть не могу тогда был какой-то кодек под 95 который поставил у тебя все работает занимает вот столички называются вавы такой у тебя вавки да вавки а сейчас как бы уже где-то надо искать ну да не важно уже не нужно все это так для памяти ради ну вот и как бы я был при школе танцевальный dance of street и нарезал что-то у нас было как-то со славиком идея давай запишем какой-то рэп давай запишем какой-то рэп совка всегда когда приходил или такой так петруха серьезно понимал сейчас будет серьезно разговор ну и нельзя как бы не отметить и других людей кто принимал участие во всем этом опять же не капаться спасибо антаро нам дал микрофон свой но в нем мы в него записали первую песню бибой анатолий ширяев он же пиастро он же змей улит мелодию грубо говоря потом он был нашим аранжировщиком он был кстати мы с ним очень долго вместе сотрудничали он не для не плагиата очень много писал он писал очень много кому чего но все-таки командная работа на командная работа когда работает команда это одно дело когда чек сам каждый сам по себе это все-таки совсем другой результат и это уже показывает история точнее и когда мы работали как команда это были всегда какие-то обсуждения фото творчество по в розницу как бы как не в розницу по отдельности до брозен как-то никто выстрелить не может дополняли до целостно получался нечто целое да не что целое да и она давала очень большую силу и как бы она давала очень большие результаты несмотря на все что происходит тогда и тогда что же это же после bng когда мы начали заниматься не плагиатом сколько я тут как вот я сейчас делаю микрофон вот электронику кому вы нужны ребят мари канадцы делают японцы делают в немцы еще вы лезете кому это надо то же самое мне говорили когда была независимость в латвии прорусский проект прибалтики кому это надо чего вы делаете когда первая песня состояла 14 недель на первом месте и как бы да да как бы народ раступили что в россии не полезно а может и хорошо что не полезно черт его чтобы там было да так вот ну нам так казалось наверное но в принципе так оно и было да у нас завал по концертам был постоянно работа в студии там и знакомства и музыканты и местные были и приезжали ну а как это все вот перерождалась как бы вот эти проекты брейковые там что-то ну как бы запухала а ну да там еще есть там есть это я же спрыгиваю с идей на идею да это был свалик да был свалик был свалик но давай обратно точнее можно сказать что мы начали работать как танцевальная группа потом естественно познакомился с саши рогожиным саша рогожи мне познакомил с крысом потому что было я ну как бы хотелось заниматься а преподаватель так таких как брейк-дансом не было в латвии ну че никого не знал был какой-то крыс что что за мышь петрух тебя с крысом познакомиться тебе все расскажет вот underground какой-то упор то вечеруха там все бухают подходит рогожиный говорит суши вот крыс привет крысу хочу позаниматься приходи приходи тыры пыры у нас там группа сейчас тыры пыры там ля-ля-ля то поля ну в конце концов как-то у меня вытащил но надо заниматься брейк-данса но при у нас была своя команда но так как я был очень гиперактивный точнее я что-то постоянно организовал организовывал мутил старался как бы не стоять на месте тем самым то ли как-то у меня крыс заметил то ли еще что говорит давай приходи к нам и как-то в августе звонок крыс говорит так и так я делаю группу давай к нам тогда появилась gun breakers это была такая уже более серьезная организация в плане да да ну по крайней мере все приходили на тренировки не не но можно уйти в как бы в дебрик в каждой тусовке есть что-то что лучше не рассказывать да это шутки свои это свои какие-то приколы это это же притом не не час вместе проведенного времени это это очень долгое время и с этими людьми ты делишь очень много общих каких-то ситуаций казусных и казусных поездки крысу 20 час 20 дней видео жизни gun breakers включаешь начинаешь смотреть и понимаешь в жопу просто сейчас столько там не было но gun breakers давай так немножко пролетим а если скажу что в gun breakers я тоже делаю инструменталы и gun breakers крыс всегда был против выступлений типа блин мы должны быть крутыми rockstar crew там тыры-пыры вот в нью-йорке я говорю крыс кому-то надо ну что ты рассказываешь вон клубешник там там платит денег пойдем выступим но это надо костюмы тыры-пыры и как бы я работал так без крыса я брал там толика и кого-то из ребят с команды гультовать быстренько номер съездим там чё подергаем ногами руками покрутимся повертимся нам там не знаю по 50 ватов серьезные деньги были по тем временам на всех или каждому каждому 70 70 ватов в месяц была зарплата латов в месяц вечер 50 кто тебе скажет нет только крыс ну а крыс море что мы уже как бы такие мы как бы нормально мы у нас все хорошо а людям нравится это что же ну это не сейчас когда там балет приезжает там уже большие стадионы уже все друг другу показали да это было то время когда роду голодный любой до любое дергание на сцене как бы даже если это было не не до конца профессионально как бы она все равно как бы да 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 плюс как бы опять же саша рогожин они показали как это делать вдвоем да потому что у них номера были просто крутые я же сейчас смотря на выступление можно сказать любая куча ставишь и это просто круто будет где было харизма харизма это все-таки приходишь нечто со временем до молодые годы невозможно заработать ее так вот бонусом сорвать техника харизма это наверное как ты себя чувствуешь на сцене кто ты что ты можешь как ты смотришь как на тебя смотрят какой-то магическое слово в ребятах было это харизма нам ее немножко не хватало но мы всячески пытались показать что у нас это было смешно но тем не менее да это было весело и у нас к этому шла движух у нас были какие-то номера естественно я уже научился лепить миксы пачками нам нужно только нужно было придумывать придумывать программу темы до темы просматривать видео искать фишки как бы что-то получить ну и в конце концов это все не могу не перекинуться в команду гамбрейкерс там тоже все это понеслось только с большим размахом размахи были восемь девять человек большими номера нам как-то приги получали по моему два года подряд лучшие шоу в риге были всегда батлы типа там battle time squad gun breakers притом знаешь судьи сидят обычно батл идет 10 минут и полчаса судьи такие все и такой чувак со сцены эй стойте 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 мы еще не разобрались стойте так нормально всем сидеть еще 10 минут короче это было это надо было видеть очень гениальная вещь произошла когда во время батла на сцене в сторону одной команды полетели тапки вторая команда в ответ тапки выкидывала в зал я подхожу беру тапок такой кидаю в зале стоит камера она снимает как бы полный план снимает я кидаю так и ухожу и камера ты не разбил мне камеру ты не разбил но что-то там какая-то царапина осталась вообще без задней мысли такой в зал а так как это были как бы девяностые понятно что полный зал народу там все районы приезжали с каждого района там группа с чем 50 чек поддержки все орут все это прямо ну и как конечно мы не мы не могли получить первое место по брейк-данса потому что с кем мы были танцевальной группой больше больше тусовкой нежели школы по обучению танцев хотя это тоже через время появилась люди спрашивали можно пойти к вам нам там не нравится там мы хотим к вам такие классные девчонки так говорили пацаны тоже так говорили но вам но гамбрейкер с гамбрейкер с были гамбрейкер сами до определенного момента пока к нам не появилась мы не взяли еще одну команду потому что гамбрейкер все-таки это было нас мало было крыс крыс Толик Шуруп я Егор Кассету записали в это или потом после или во время я не знаю пять человек плюс две девчонки шесть-семь потом да и нас как бы мы считали что нас мало и к нам еще пришла группа из сайта Би-Бойс это был Егор ой как его Егор Лис он погиб Абакум и Беленький был еще не помню вообще десять человек нас получилось в конце концов банда вот мы выступали в составе десяти человек недолго потому что Лис избил его машина кстати люди ходите пожалуйста навстречу транспорту ни в коем случае спинат транспорту не ходить как это получилось там некрасивая ситуация его сбил в машину но тем не менее земляным пухом десять 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 девять человек да и после и после этого мы получили очень много призов всяких и естественно были конфликт и так как я делаю миксы я приходил и как бы я в принципе работал над программой с крысом боем мы работали что-то один раз мне так все задраво и что-то пришел мне Авакум говорит не то это не так мы разругались страшно притом явно что и меня дико сбесило что команда не поддержала все тупо промолчали такие я такой стою понимаю что типа ну чуваки ну это же важен ну какой-то элемент да потому что но все-таки есть такая песня это не какой-то там бздык типа на типа о ты зазвездился не просто есть простые вещи в постановке что люди не должны заграждать друг друга если вы делаете какие-то вещи какие-то движения по сцене помимо своего дела у тебя есть свое место плюс перспектива не с точки зрения как ты стоишь на сцене я хочу стоять здесь стоишь там и смотришь на группу ты видишь как это будет смотреть со стороны ты понимаешь что есть вещи которые как бы ну они просто не смотрятся всегда смотрелись а эти просто не смотрятся никак глупы необоснованы пошли музыкальный ряд говорит одно а танцевальный говорит другой на самом концепту не сошлись да и эти ты тут эту точку ее видно на выступлениях в москве где кстати не проиграли и в риге где не выиграли 2 2 разных куска нам еще пришли люди это были два разных куска я тогда я тогда не поехал не без меня по большому счету в на этом танцы закончились ну как таки сейчас умение остается я до сих пор могу голову делать да ну потому что все да потому что меня уже меня уже меня уже с его музыка она уже просто меня уже изнутри начала съедать и я уже настолько остыл но как бы это не моя была танцы это было не моя мне нужно было двигаться для того что мы там делали не нужно было бы быть главным там есть классные ребята кто делал сложные элементы да там я делал свой элемент а талян вообще мочил то шуруп делал свое крыс делал свое и как бы этом этим было и классная команда то что не нужно было одному человеку делать все каждый был профессионал в чем-то своем как в жизни как в америке я лучше всех стучу по барабанам вот и барабанщик нужно еще быть сварщиком и не знаю поваром он барабанщик все он барабанщик по урону делать еду вкусно секанский он сконструируется конкретно своем так это уже вышло когда ты получается или нет ли это как раз и и вот это очень сложно я сейчас не могу тебе сказать когда точно это произошло это точно произошло в процессе выступали в москве без тебя какой-то год известен ты знаешь мне кажется даже это могло быть после объясню почему потому что если бы она была тогда мы уже ее колбасили мы уже выступали бы с ней может быть она была но мы были не готовы может быть в это время она создавалась и мы с кем-то общались и ползали по студиям писали текст а не знаю там это было лето не знаю там прятались где-то за гаражами херозной чем-то мы занимались я уже не помню чем только там не занимались вот это московская некое выступление где команда без твоего участия участвовала это вот год и же известен но кассеты но поскольку программа скорее всего была другая программа выступлений поэтому я думаю я думаю что уже было очень много чего написано так как я перестал заниматься брейк-дансом скорее всего это тот момент когда они съездили и и как бы в этот момент мы уже писали я так я так думаю что да но я думаю что это я думаю что это можно узнать понятия не имею вообще понятия не имею я не знаю кто и что и как я помню что вот это было так пусть другие люди меня поправят короче это все было неважно я сорвался в музыку и принципе я на танцы больше не смотрел наверно взгляд вера это на сейчас модное слово продюсер да типа взгляд или как чувство наверно это продюсер скина рабочее чувство продюсирование если создать создание что это подразумевает ну продюсирование в плане не то что ты там деньги пилишь и там ищешь звездочек а то что ты принимаешь участие то есть ты ты один из участников процесса создание некого материала там сейчас говорят контента опять вот это вот это вот это вот словечко модно содержание русским словом создание содержания да но всегда есть тусовки есть всегда двигатель да есть люди которые что-то делают лучше всем двигатель как правило он двигает всем остальным как лидер бывает несколько лидеров как правило через какое-то время это все разъезжается потому что у каждого свои взгляд на вещи я хочу делать так ты хочешь делать так как бы все люди разбегаются но наверное само чувство видение не знаю как вместо танцев осталось а также перенеслось на музыку все-таки люди они одинаково воспринимают как бы музыку с танцем как танцы есть вещи которые раздражают есть которые не раздражают и притом я замечаю что если танец не удачные удачные моменты танца 90 процентов людей понимающих не понимающих скажут ну здесь что-то странно здесь прикольно профессионал скажет вот тут ты не тянешь носок вот тут ты видишь вот у тебя это вот тут чуть не синхрон вот это просто человек говорит херня ну как бы неважно эффект родины тот же аудитория как бы четко дает понять что тут не очень а тут классно и то же самое в музыке ну в музыке все конечно сложнее потому что куча стилей направлении мне не нравится например это мне вот не нравится это мне не нравится это а есть люди всеядные такие по крайней мере которые могут толково сказать типа да прикольно и могут какие-то технические моменты или какие-то не знаю нюансы там заметить которые в принципе могут быть неважны сказать я так вижу творчество я так вижу не нравится нравится ну как бы нету правил при условии что ты соблюдаешь правила ну такой типу знаешь есть не писаны какие 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 не писаны малевич черный квадрат какие вообще законы о чем вообще говорите для этого их не было мы сами себе создаем эти самые квадраты стенки все остальное если люди которые говорят очень грамотные вещи и я вот полностью их поддерживаю сам проверил мы сами себе роем вокруг себя канавы мой как это сделать у это так сложно у это невозможно у этот это да да это нужен миллион для этого рамки или что или ограничен вообще мы себя сами мучаем понимаешь вообще всячески это просто брать и делать то что кто-то больше говорит или говорит почему он что-то не делает а кто-то делает и потом как бы получает какую-то вот реакцию люди подразделяются на тех кто что-то кто-то что-то делает и он может по-разному я тоже много говорю я очень много говорю нет ну просто имеется ввиду что человек он может говорить о том что он хочет например сделать а может говорить и делать понимаешь то разные же вещи то есть как бы кто-то на кухне постоянно плачется что он хотел сделать то первое второе третье пятое десятое но это не сделает и завтра не сделает и после за ну ты так ты типа так знаешь так типа вскользь ну типа да типа да есть люди кто много трещит а есть просто кто молча делать но в жизни это все по-другому естественно да у меня были миллион идей но только со временем я начал понимать что нужно делать для того чтобы они происходили да и понятно что такой навык он приходит не 16 лет не 17 дай бог не пришел 35 точнее я понял что что надо делать для того чтобы какое-то направление двигаться чтобы что-то происходило конечно до этого тоже происходило но это было скорее неосознанно от постоянного тыканье что-то что-то делать может быть может быть и нет чертова знает но все-таки наверное то чем ты занимаешься должен тебя удовлетворять потребности другим людям прежде всего для себя конечно что тебя устроит конечно тебе за это как бы не стыдно было стыдно имеется ввиду что по крайней мере вот и ты сделал что-то и ты успокоился на тот момент времени наверное должно было очень сильно нравиться должен был фанатетик прям фанатетик конечно же музыка она занимала больше время сначала музыка потом звук уже наверное тогда это была музыка сейчас звук вообще звук так таковы и как бы перескочить на тему не пуге от был не пуге от был как бы очень большим очень большой спиралью до который как бы участвовал очень много людей и нельзя сказать что кто-то конкретный там так или иначе поднял проект или там это было наверное общее коллективное коллективное мышление потому что юрка бибарцев солист главный он же был не плагиат со своими талантливый человек который писал очень 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 остро и находил нужные слова были другие проблемы там технически скажем как все рэперы да 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 то к чему все пришли но забыли о главном смыслах да юрке смысл всегда очень сильно писал очень сильно писал очень очень глубоко и всегда задевал людей не мелко писать до сих и оставалось только продюсировать это точнее согласовывать его мысли со своими мыслями втирать спорить ругаться создавать естественно как бы первые плоды работы это были как тренировки типа перед тем как выступить на чемпионате тебе нужно было очень много тренироваться писать очень много демок в конце концов все наши труды закончились тем что мы перешли от жесткого попры но по тем временам это какие вот года наверное это 2002 1 2 3 4 так на раз 2000 три года просто собралась команда ну то есть несколько людей команда всегда была команда всегда была она была начали работать вот на один проект наверное это были люди которые меня окружали это анатолий ширяев с которым очень долго дружили до сих пор дружим может меньше общаемся нового скажем все тепло друг друга относимся да он свое время я его познакомил с местными поп-группами местным продюсером местоприятия мисс вам старского делала европу с форсами толик очень хорошо влив собой компанию но там были другие какие-то проблемы связанные с другими человеческими факторами да есть там все загнулось но это упадок рынка это упадок людей потому что люди люди тупо уезжали если раньше собирали легко зал то через год дай бог четверть точнее усилий надо очень много прилагать чтобы держаться на полу но что-то одно уходило что-то другое приходило по тем временам мы даже не подозревали что хип-хоп мог выйти на тот уровень когда его слушали по радио по радио хип-хоп это было что-то вообще такое но может быть это не был хип-хоп как бы хип-хоп понимание хип-хопа такого истинного было какая-то интерпретация ярческого более более коммерческого а это надо было ты надо потому что этого просто не было чтобы шире публику до шире кладу взять да и там что-то было это бы уже симбиоз потому что мне я так я пришел с танцев мне всегда нравились какой-то мне всегда нравилось что-то попадал в душу оставалась цеплял и теперь рвал юрка умел это делать только умел делать хорошие аранжировки по тем временам такие скажем интересно до сих пор пишет очень интересную музыку но по тем временам это было то чего не хватало точнее мы всегда накидывали идею идеи были всегда созданы нами двоем с юркой точнее написать текст будет была какая-то базовая аранжировка не очень сложная музыкальная по гармонии развития да какая-то да 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 из нее из ее полностью все разбирали на запчасти и обратно собирали уже гармонические мелодические с прописанными с прописанными вокальными мелодиями с как бы доводили до ума короче очень серьезно доводили до ума да и естественно мы научились делать это быстро потому что идей было много и они были все некоммерческие но попав один раз и поняв как работает как работает структура вся мы очень легко адаптировали все наши песни под на ума и их там просто там в самом деле там очень много классных песен по тем временам они может быть они сейчас неплохо звучат на самом деле и что самое главное не стыдно за смысл который был в них вложен тогда думали о чем мы будем писать ничего и каждая песня должна быть маленькая история должен быть вопрос должен быть ответ должен быть какая-то сверх как говорим как говорим как говорю друг сверхзадачи как должна причине к чему ты идешь что-то за группа ты же не можешь просто так писать потому что тебе нравится писать но и опять же это очень большой очень большая работа была связана с текстом с музыкой с формой песни всегда был всегда вы какой-то эксперимент каждой новой песни я всегда какой-то эксперимент потому что сразу же наскоку создать нечто оригинальное очень сложно потому что именно да 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 это то что нужно Да, это именно то, что нужно, это то, что надо. Ну и так получилось, что после работы довольно-таки долго в Риге появился Вовка, Драга, появился Steam. И мы все дружно подружились и очень хорошо проводили время. Мы ездили, писали совместные треки, и ты их слышал там. Они были позитивные, прикольные. Нас было весело, точно. Всегда было весело. Почти никогда не грустили. Хотя были и тяжелые треки. Там и про враг написали, и про трилогию «Пяти минут». «Пять минут» — это первая песня, которая Юра и Юрке вышла. «Пять минут до свидания» и «Весь в ожидании». В общем, такая банальная песня. Но она была про город, она была про отношения, про какие-то казусы, которые происходят в жизни у людей. И потом было «Пять минут до смерти». В общем, такая... На самом деле, это какая-то странная песня была. Но она прям... Она прям рвала. Я очень редко видел на концертах людей, которые плакали. Ну, потому что рано или поздно в жизни у нас кто-то уходит, наши родственники или еще что-то. И как-то это связано то ли с болезнями, то ли еще чем-то. Не преждевременно. И у нас как-то торкнул это. Это был офигенный сэмпл, который вылезал. Я говорю, Никита спил. Я у него долго... Дай, 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 дай. Он говорит, а можно мы с вами запишемся? Мы записывались, но это было не то. Это были просто какие-то такие... Демки, но они так не цепляли. И потом Юрка написал офигенный текст. При том, что саму идею песни придумали солисты с Рима Скай. Она же... Не знаю, какая сейчас фамилия у нее, по-моему, вторая у нее уже замужество. Какая фамилия, не знаю, Адамова. Алина Адамова по отцу ее не знали. Все чувствовали силу, как джедаи. Они чувствовали силу, то, что они могут. А когда люди понимают, что они могут, они совсем по-другому смотрят на вещи. и они к барьеру нападают. И просто начинают творить, приносить свои идеи. Ну, как бы, все начало развиваться семимильными шагами. Там можно много чего рассказывать. Но последнее из проектов, что мы делали, это был видеобаттл. Это было вообще смешно. Мы сидели в студии, нам было делать нечего. И мы посмотрели какой-то из нью-йоркских баттлов, когда люди просто стояли перед камерой, читали рыбак. И мы такие, типа, давай сделаем это в риме. Ну, давай сделаем. У меня были хорошие друзья. Это дядя Леша, он же Лимон. Он работал в фирме, которая занималась алендой звука, света. Я пришел, говорю, дядя Леша, давай. Говорит, а что, прикольно, давай. И, по-моему, где-то в сети валяется, там, 2005-2006 год. Это было два сезона. Так что мы переплюнули Рашу. Мы сделали это немного раньше. Намного прикольнее это было. И это не тот рэп, который сейчас, типа, там, я читаю заготовки. Хотя нет, тут я не прав. Это фристайловая, это другая часть. А на видео баттл было время недели. И давалась тема. Каждая группа должна была придумать, придумать, как бы, трек. От начала до конца. Ну, как эстафету, да, передавали? Нет, олимпийская система. Просто олимпийская система. 16 команд. Потом 8, 4, 2, 1. И начиналось все с того, что все приходили похохотать. Ну, уже под конец там просто народ собирался. Попрягались. Да, и это все выкладывалось в сеть. Это все прям выливалось. Все могли голосовать. Все прям происходило. Но все это было самопально. Все это было сделано при помощи друзей и, как бы, желания. Там, я про деньги ничего говорить не буду. Потому что это было, ну, если, ну, скажем так, ну, это вообще не имело никакого отношения к ним. Никакого отношения к ним. Это был ад. Потому что, как в то время, когда люди приходили отдыхать, и нужно было, помимо того, что все это организовать, и нужно было приехать, поставить, настроить. А, слад, все это. Это делало 3 человека, да. Всего 3 человека делало. Никакого, вообще никого. И когда это все закончилось, это все отвозилось на какие-то базы. Все это, все таскалось. И мы после этого сидели в каком-то кофеюшнике Слава тебе, господи, что все это закончилось Выматывало просто, ну просто выматывало Но зато оставалось нечто в виде видео, в виде эмоций И до сих пор это как бы, я даже смотрю Некоторые треки были просто очень классные И ребята, на самом деле, по одной делу, когда у тебя группа И ты живешь в группе, ты вместе с ней как бы работаешь Ты кипишь, ты о чем-то споришь, что-то доказываешь тебе Что-то, как бы, какой-то консенсус Там, кстати, выработалось у нас очень хорошее отношение вообще к вещам Хейтить можно все Художник может каждый обилик сказать Типа, плохо У нас был другой концепт Отвергай, но предлагай Плохо, но есть вот такая идея Окей Тоже ничего, вот давай может быть так И вот это всегда давало движение вперед Потому что, ну, заткнуть, типа, я знаю лучше всех Как бы это проще простого Типа, я звезда, я все знаю Ну, в реале, как бы, все же сравнивалось не здесь студия Все сравнивалось там В масс-медиа Какая оттуда реакция придет Пойдет песня, не пойдет песня Быстрая песня, медленная песня Какой смысл, что мы хотели Сэмплы там, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла Аранжировка Ну, каждая часть из продакшна, она каждый раз, как я, может, еще раз повторюсь, она каждый раз улучшалась для того, чтобы работа больше приносила удовольствие, а не мучения Мне понравилось, когда крыс рассказывал, у них где-то видео было дельфина, был в Риге, у крыса на лоджи, они с ней разговаривали И какая от них была такая, там, типа, о чем-то разговор, альбом, с кем-то у них был договор о том, что они должны отдать альбом в какое-то время Это знаменитое интервью у дельфина на балконе, две части на ютубе, оно есть Мне очень понравилось Это одно из немногих интервью, потому что он их не дает Да, но там проскальзывает такая вещь Потому что он друзьям это, как бы, рассказывает Да, там проскальзывает такая вещь, когда они должны были отдать альбом, и в конце концов, они за ночь, они думали, сейчас мы ночью сядем, быстренько И они за ночь сделали такое, что, как бы, их просто так проперло, что они лишили тот альбом, который готовили год отдать, а новый, как бы, забрать себе И это и есть, это, как бы, синергетический эффект Когда они так много мучились со старым, у них так много было идей, и вот они вот решили за ночь, что это, не знаю, за две ночи все-то вложить И они поняли, что намного сильнее и мощнее продукты, чем то, что они долго-долго нашли Да, но это бы не родилось, если бы они, как бы, не выключили некое, вот, не записали раньше Это же тоже известно, что нельзя копить, надо это как-то, ну, проводить линию, чтобы, как бы, заканчивать, чтобы двигаться раньше Это проблема многих музыкантов Тогда все работали в стол продакшн, точнее, я записал трек, положил в стол Куда дальше только это все? Некуда Ну, я имею в виду не звезд, которые уже имеют концерт, я имею в виду таких вот, кто хотел бы туда прийти И провести черту, это просто крайне сложно Всегда хочется что-то поправить, залезть там, что-то там, переписать Вообще рэперы бесят Всегда, как бы, когда приходят рэперы и... Ну что, когда ты пишешь музыку, они вправе прийти и сказать ему звук не очень Ну, типа, все прикольно, но вот тут нюанс Ты говоришь, слушай, у тебя первый куплет со вторым не клеится Ну, вообще не клеится Ну, как бы, чувак, там просто набор слов Ну, сейчас же много групп, которые ни о чем Ну, как бы, вообще ни о чем Это модно, потому что молодежь ничего там не понимает И, как бы, вот, вот Есть какая-то классика Вот Касту возьми, к примеру, да Офигенно же, все там, все прям вот-вот-вот-вот-вот-вот Слово в слово, все понятно Музыка, все, все как-то вот лаконично и понятно Современных рэперов этого практически нет Практически, это большая редкость И кто-то что-то вот проведет линию какую-то там, тематическую И когда ты ему говоришь, что твой текст, как бы, вот Тут бы надо поправить Да, тут что-то вот, что-то вот тут Нет, и что, это святое Это нельзя ни в коем случае трогать Это я текст не переписываю никогда Ну, что, я написал, это же мое творчество Это я Значит, то, что ты пишешь музыку, это не твое творчество Это чье-то творчество И как бы там можно все поправлять Ну, вот в этом отношении они такие очень Специфичные люди, я бы сказал бы Но они, видно, не знакомы с продакшен Потому что все-таки вот этот момент продакшен, он крайне важен Если ты понимаешь, что текст прикольный Но есть несколько нюансов, неудобных слов Они могут кардинально повлиять на программного директора Который скажет Бля, что это? Все классно, ну вот это что? А это типа вот А я вот так хотел сделать специально Идиот! Я художник, я так вижу? Да, я художник, я так вижу Идиот, убери это И все, ты бы уже эротировался Ну, на этом очень много людей погорело Потому что люди, программные директора Они же не наши сверстники Это сейчас появилось там рэп-радио Да, ты можешь прийти Там такие же, как ты, сидят пацаны По 35, которые там Они такие Ну да, я в курсе, давай сюда Ну типа все нормально Ну, да А тогда это были люди Они вообще были воспитаны на другой музыке У них другие как бы Параметры восприятия Они знают свою аудиторию Они знают людей, кто слушают Там тоже целая машина работает И как бы Я знаю, что такое радио Когда человек может Он не будет слушаться У тебя 15 секунд времени есть Чтобы человека зацепить У тебя Следующая радиостанция А это уводит реклама Этих самых рекламодателей Слушатели и в результате рекламодателей Да, естественно Как бы никто не будет рисковать Все слушают то, что работает А то, что не работает Пожалуйста, вот не по заявкам А как это Типа Всевозможные топы радиостанции Типа Если вы пройдете топ Тогда вы можете к нам попадете Ну, типа того, да И в нашей команде Это было все-таки На уровне Типа Мы четко понимали Потому что У меня был опыт связан с радио Я понимал, как там работает машина И как Что здесь нужно Как здесь нужно работать Чтобы там машина Тебе сказала Классненько, молодцы Это давало свой эффект Это давало Самое главное Как бы Жить в группе И двигаться дальше И творить Ну Я не уверен в том, что Хорошо ли на нас повлияло Там знакомство С С немцами Со Стимов И с Вовкой Драга Я думаю, что да Потому что они принесли Нечто новое Извини, что да Звездные войны Да Чо? Что? Даю интервью Хип-хопа первого лица Я же у тебя муж Хип-хоппер Даю интервью Сколько денег Из нашего бюджета Минус Мы узнаем Сколько денег Из нашего бюджета Плюс Ну-ну-ну Да Ну, они монстры Конечно Мы Хорошо подружились Очень долго общались И Я не знаю Почему мы не скатились Потому что То, что сейчас делает Стимов Это не то, что он делал до этого Ну, ты имеешь в виду Какие-то его коммерческие Там, саундтречные Эти Да, ну-нафиг Треки для девочек Да, ну-нафиг Да, ну-не-не-не Ну Стержень какой-то пропал, наверное Там, запал Ну, напор какой-то, да? Какой-то, да Потому что хамство И вот это вот То, что он начал Тогда В рэп Да, это был бомба Это давало людям зарядка Мне приезжали люди-инвесторы Которые, которым я озвучил В 5.1 Типа какую-то там Презентацию 3D-фильмов Типа там Как будет он выглядеть изнутри И тебе нужно было там Типа оформление Я говорю Кстати Приколи Вау И он выезжал От нас выезжал У него какой-то такой Супер Какая-то там Чуть ли не Бенки открытый И у него Стимов Все Во всей России Та-на-та-та-та-та-та-та-та Такой Нравится И это И это рвало Понимаешь Вовка вообще бог Он как бы Вовка вообще молодец Тоже как бы Мы с ним до сих пор Общаемся с ним Не общаемся С Вовкой общаемся И как бы Вовка Вовка Конечно Они принесли Как бы Другую технику Они Дали Знаешь Как Типа Техническое Усовершенствование Мы посмотрели Всегда было интересно Как люди это делают Точнее Ну понятно Что технически Там компьютер У всех Все одно и то же Но Мысли С какой стороной Они заходят У нас была Протоптана Одна дорога На них была Совсем другая дорожка Как они приходили К звучанию Как они приходили К тексту Как они приходили К Не знаю К идее Того Я скажу Что Не знаю Кто там У кого В свое время Потыли То ли Стим и Драга То ли Скорее всего Стим и Драга Всяки взял Стиль Такой Напыщенный Но Стим конечно Писал треки За Пять Он просто Какой-то Терминатор Был В общем Садился И просто писал О чем пишем Окей Слушай Вестевой публик И на эту тему И там Продолжение Он и Юрке Не плагиату писал Юрка что-то дописывал Там Какой-то уже Такой получился Тандем Да Потому что Юрка умел писать Своеобразно У него Своя Была Своя Сильная Сторона У Стима Была Своя Сильная Сторона Но Стим Как-то Очень легко Излагался И Очень Красиво Какое-то Все звучало Мне на лоху Очень нравилось Ну не парило ухо Просто Не заставляя ухо цепляться Просто заставляло делать Так А прикольно И как бы Я знаю Что если это В принципе нравится мне Я четко понимаю Что Как бы Это Понравится остальным Ну Да Есть Есть Там Например Там Были Четкие Противники Всего Всей нашей движухи Местной Ребята Да вы Че Попса Тыры Пыры Бла 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 Да С ним Всех Нахуй Посылают Это Тыры Пыры Так Нельзя Ну Как бы Это Еще Старая Школа Да Как бы Мы такие Да ладно Тебе Не парься Говорю Че Ты Прикольно Живут Ну Прикольно Ты Понимаешь Ну Ты Знаешь Типа Ну Людей Разрывало Потому что Они Как бы Еще в старом Устове Где Рэп должен быть Тру Все Пацан Сказал Пацан Сделал И тут Приходит Пару Пиздяев Которые Просто Направо Налево Всех Поливают Как бы Им за это Ничего Нет И то Рот Как бы Слышит Прикалывается И как бы Ну Все Очень Позитивно Монстр Монстр Ребята Монстр Написали Вовке Альбом Стиму Альбом Притом Они приехали Как-то Нужно В Москву Отвозить Они приехали Какие-то Приезды Какие-то Проекты Еще Что Нужно Было За два Дня Залепить Два Альбома Вовке Стиму Мы залепили Это мой прорыв Я хочу Быть Рэпером Да-да-да Это было Классно Русский Рэп Первый Его Альбом Да-да-да Это у нас Выходил Русский Рэп Тв Врага Я хочу Быть Рэпером Он На самом Деле Прикольный Дико Позитивный Ну Вообще Взгляд Позитивный Он Как бы Всегда Сразу Бонус Когда Мы писали Как Он это Писал Ну Конечно Когда Человек Приезжает Вовка Приезжает С таким Талмудом Текстов Вот Такой Сука Такая Книга Ща Он Говорит У него Привез Очень Прикольную Новую Технику Тогда Писать Мы же Все Писали Типа Куплет Куплет Пишется От начала До конца Это Тогда Было Сейчас Все Знают Мы Это Про Знали От начала До конца Потом Бэк Или Там Дабы Там Или Что Там Наворачиваешь Он писал Очень Хитро Он писал Он писал На песню Скажешь Весь Куплет Были Большие От начала До конца Не прерываясь Но он Слова Выкидывал Слова Для того Чтобы Перебрать Воздух Брать Воздух И Уже Либо Даблом Либо Бэками Он Слова Дописывал И Получалось Что У Песни Живая Важна Цельность Что Человек Тебе Как Рассказ Он Тебе Рассказывает Когда Есть Нарезка Это Всегда Слышно Что Он Перебрал Другое Дыхание Другое Как Бы Эмоционально Все Понятно Что По Другому Все Воспринимается И Это Тоже Дало Очень Большой Эффект Потому Что Дало Возможность По Другому Излагать Мысли Это Женец Так Мысли По Другому Доносить Потому Что Все Так Одно Дело Мы Как На Радио Было Закон Если Хочешь Разбить Тарелку Ты Должен Разбить Не знаю Там 25 Тарелок По Радио Ощущалось Что Что Развук Был Правильный Да Чтобы Что Что Разбилось Никто Не поймет Что Что Там Было Должен Преумноженное В Десять Раз И То же Самое Происходит С Что Новая Техника Дала Как Был Другой По Тем Временам Сейчас Наверное Все Это Смешно Уже Будет Слушаться Но Нам Казалось Что Это Класс А Стива Это Вистанция Альбом Или Его Первый Сольбом Вистанция Помню У меня Где-то Еще Лежит Неизданное То С Чем Он Ездил На King Ring Тогда Записали Микстейп И Он Так Ну Там Steam Привез Даблтайма Чего Юрка Очень Сильно Противился Юрка Прикольно Да Потом В Риге У нас Было Несколько Баттлов По Интернету Юрка Выигрывают Притом Там Реально Там Что Не Трек То Было Видно Он Был Настолько Уже На Наученный И Как Машина Работал Как Рэп Машина Посмотрел Как Работает Другой Человек Который Пишет Просто Вот Так Текст Написал Ну Я Дома Забыл У 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 Другой Пошли Да Все Разошли Свою Дорогу В Смысле Вот Какой Типа Типа то что было не дописано да потому что в основном же как любая группа она должна там периодичность раз-два месяца должна в эти песни песни должна быть стопроцентное попадание в какую-то яблочко грубо говоря да и были тематические песни которые никак не были поп они были такими как бы за жизнь за проблемы как рецепт должен быть острых вещах острых вещах прям вот то чем мы сегодня дышим то что происходит в сми вот прям вот это все ненавидеть нужно такое было и оно как-то так и осталось ну где-то хардис лежит все проекты как-то бывает что-то ищешь какие-то там эффекты или еще что-то в хардиске начинаешь тыкать попадаешь такое ощущение что обратно в 2005-й а там демки какие-то а самое же интересное в демках это же не сами демки это когда люди что-то говорят между демками да 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 именно и виды там всякие смешные вещи есть петя больно больно петя больно да и этим каждого тебя дальше не знаю я не помню я не помню потому что ты ушел там создание музыки ну то есть от этого проекта и занялся каким-то новым мероприятий какие-то фестивали никогда не занимался мероприятиями никогда есть много друзей кто-то делали и я все смотрел на это с ужасом ну мы что же технически вообще организацию да это какой-то такое это какой-то звездец какой-то точнее ну когда ты же рэперы господи не укурились выпили там все ходят на шестер организатор просто такой же тоже такой же как они уже такой же как бы как они вот они вот все одинаковые понимаешь и как бы нет такого правила что ребят давайте типа мы сейчас отработаем а после мы идем там в баню там туси и делаем чухотик а это все происходило прямо здесь сейчас я всегда смотрел ну конечно рига город маленький кто-то хотел себя знаешь мне там кто-то рассказал какое-то мероприятие так получилось что мы вместе организовывали человек подходит ну ты же понимаешь есть же бэнтли и мерседес есть две студии тоже много работают я чего вообще мы делаем какое-то измерение что-ли меня круче чем ты или ты круче чем я просто дождут какое-то мелочность несчанство здесь мелкое такое знаешь ну наверное закончилось и закончилось я не помню чем я после этого занимался к чему пришло вот сейчас нынешнее время именно чем ты занимаешься мы сейчас сидим студии нет я это не уже так не буду называть как-то свое время мы с дмитрием одиноким точнее дмитрием это был миша раскин начали заниматься так мы все звуки режиссера это же принципе наша основная основная наша тема то чем живем мы начали делать организовывать курсы после курсов мы открыли школу да но для людей кто хочет вот там да потому что потому что все таки информации недостаточно одно дело ты открываешь вот так как это модно естественно это сейчас модно все что можно чем вообще что-то можно рассказать о чем-то не знают от фотошопа вегас там с амплитуды про тунса там и куча всего всяких программ сейчас то есть куча обучающих но одно дело с видео другое дело звук звук все-таки это физический процесс и ты должен человеком непосредственно поделиться опытом там очень много заблуждений своих есть какие-то взглядов есть нюансы нюансов миллион миллиардов нюансов если бы я свои там не знаю девяносто девятом году мне кто-то предложил бы такое я все отдал чтобы не просто я бы сэкономил не залит 5-7 своей жизни тырканье удачных потому что на же суде никого обучения да потому что на же судят как те что получается ну хорошо а если у тебя не получается но ты же борешься с не с конкретной проблемы ты борешься с кучей проблем и тем самым решая каждую из них ты немножко подвигаешься профессионально к профессиональному звучанию да профессиональному уровню и помимо продюсирование еще и попал помимо звучания сложный процесс который вообще-то все электричество даже не звук только электричество электричество это вообще отдельная история там куча нюансов всевозможных и все это влияет как следствие в конце на выходе на то что мы слышим то ли у тебя мурашки то ли ты слов не можешь сказать реакция да реакция на я бы назвал все это мужским клубом таким есть ребята кто на мотоцикле и кто музыку слушает есть кто играет на инструментах я бы назвал это студии прям такой коммерческой студии это просто вот дочка не знаю второй класс я вечером не могу на машине даже соседней комнате не могу ничего делать потому что она учится мама с ней занимается папа идет в огромное место и на больших колонках слушает громкую музыку ну к примеру да занимается своими делами точнее это наш маленький такой кружок куда приходят собутыльники скажем люди больные тем же чем и ты музыкантов кого-то пишем но это не коммерческая основа потому что все-таки это не москва не тот мегаполис где зарабатываем деньги на арену нет студия приносит но это нет такой знаешь да какие то они есть они все приходится мы не отказываемся что-то мы делаем но это не то как мы видели это в начале двухтысячных у нас будет студии мы будем прямо утром а да если здесь было бы 10 хотя 5 миллионов людей здесь бы так и было конечно 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 из музыкантов раз-два и общался все друг друга знают и студии студии тоже есть каждый из них круче всех тысячу евро потратил купил карточку как он уже может делать все что может ну допустим да да это как бы на этом вся индустрия держится что можем сейчас уже вообще не имея ничего что-то создавать ну и потихонечку развивались мы с акустикой занялись сделали себе специальный акустический проект вот под студию местные ребята нам разработали наши специально для нас акустическую систему монитора потому что я сейчас убежден что мониторная система это очень важно в студии понимание с чем ты работаешь и оценки качества вообще что происходит на самом деле маркете как бы то что присутствует и стоит какие-то неадекватных денег там десятки тысяч это стоит вообще какой-то космос но дай бог есть хорошие друзья которые в лиге непосредственно разрабатывают акустику и производят их есть инженеры кто делает классно потому что здесь есть радиотехника и радиотехника в себе содержал не просто людей кто что вы подскручивали инженеры люди есть а само здание кстати вот разломали да да здание ну бог с ним зданием главное что старый завод да есть есть люди кто как-то так получилось что я познакомился с моим теперешним компаньоном виктор еременко нас познакомил наш общий друг сказал слушай у меня там дядька есть он там лепет дома что-то делает хобби у него ну ира пришел там не витя пришел может послушали познакомились там ты чем я этим а ты чем я этим все это перемешал ну и как-то у нас так завернулось опять что надо что-то делать ну это все конечно было смех смехом смешно вы делали нас посылали все как бы местные да кому это надо те и те делают вы куда лезете кто такие ну и в конце концов так как витя был инженером с большой буквы у него очень большой опыт работы в конструкторском бюро и орбита серьезно организация и он реально инженер прям вот прям вот специалист очень большой специалист очень большой специалист хотя он не с этого не с нашего окружения вообще они занимались промышленностью там приемники вот это ригал там усилители что-нибудь там я не могу витя прости если я говорю что это не так ну в конце концов как бы у человека есть подход есть чуйка есть слух он слышит с моей стороны есть студия есть потребности как бы с пастуриным вещам есть какой-то свой наработанный слуховой аппарат самообразование ушей уже произошло точнее я четко могу понять что хорошо что такое плохо и что такое как бы вот это уши не надо вообще делать да и у нас вырисовалась некая линейка продуктов которые мы делали они очень маленькая дизбокс микрофон какие-то там пары приемников но этого уже хватило для того чтобы выйти но этого уже хватило для того чтобы выйти на российский рынок и у нас там еще очень много групп которые уже катаются нашими приборами прямо говорят что классно то есть оценили и уже как бы пошла реакция то есть рецензии то есть от конкретных людей сарафанное радио вот россия это сарафанное радио стопроцентно сарафанное радио там ничего больше не работает надо ехать разговаривать пить водку общаться привозить самые шоколадки лаймовские ну как мне на самом деле на самом деле очень 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 мне очень нравится москва мне очень нравятся люди которые работают там все открытые они они видно что они не все они борются за звук потому что одно дело мы работаем в студии другое дело мы работаем на концертах на концертах все сложно большие помещения как бы тема наших приборов в том что мы работаем с молоточками мы работаем с самым первичным сигналом то что выходит из инструмента это крайне важно потому что если в этом месте уже скажем ухудшаем звучание то это в конце концов усиливается десятки тысяч раз увеличивается искажение да и это потом все звучит из большой системы и это невозможно убрать ничем нет ни одного ни одного процессора вообще не существует ничего что может это убрать если это там появилась убрать скажи нельзя можно их как-то демаскировать этим маскировочку эквалайзером что-то прибрать но это не то абсолютно не то и так как еще раз повторюсь видя пришел с другой индустрии он абсолютно был незнаком с тем что происходит здесь просто смотрел на все свежими глазами ну как уже взрослый человек свежими глазами он смотрит вообще творите что это это что это для чего вообще дельбок что это как куда это вот ну и как бы вот это дало как бы какой-то новую новое дыхание потому что он разработал такую схему которая неординарно как бы она она как бы повторяет какие-то стандартные вещи от всех схем ну там есть один такой каскад который ты не можешь там по-другому сделать вторичное питание для входящих каскадов но сами буферы они сделаны вот гипер оригинально и этот сразу же делает эффект вау люди на концерты говорят вау вообще другой вообще по-другому вообще вся работа по-другому складывается у людей и у нас есть несколько артистов прям которые вот вся сцена за вами настолько фанатеют потому что уже обратно нет да это другой уровень реально другой уровень при том как у нас там было где-то написано феррари по цене volkswagen ну не можно конечно же все же относительно в жизни поможет задрать цену да но кто-то будет покупать поэтому ты должен быть демократичен так же как твои конкуренты не китайцы конечно китайцы по 15 евро до свидания должны быть такие же как конкуренты чуть чуть дешевле но по звуку он должен быть прям вот должно быть ощущение такое что вам опять же продукт должен двигать тебя не ты должен если человек при приобретя твой продукт не ходит ребят классная вещь если он покупает и говорит классно мне все нравится вот тут есть такие нюансы вот тут вот это послушайте это вот то 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 он доволен тем самым как бы люди все остальные они тоже входят в какой-то интерес и что это такое как послушать все звукорежиссеры мы все хвастаемся чем потому что покупаем как бы вот я купил такую фишечку как гитаристы куплю такую педаль очка вот теперь вот у меня это да да она пошла да и все работает конечно но и вот скажем вот так от брейк-данса к оборудованию да сейчас написали местный местный индустриализация индустриализация да ну тоже оборудование тоже не просто шаг как бы взял пошел и сделал кисты никогда этим не занимался как-то можно сделать ну хорошо увидите был опыт он там понимает типа что есть какие-то нюансы там по крепежам там по еще какие-то там как каприз как технический технический до грит стрессоустойчивость например вы едете в самолетах вас там 15 туров за месяц любая вещь развалится нафиг они просто не предназначены для того чтобы вообще ни одна камера не выживает там все раскручивается невозможно в самолет мне просто привозили мы делали для группы термейс у нас Антон Беляев с Ильей Рукашевым попросили сделать для них специальную звуковую карту для концерта мы сделали прототип пластика ну просто прототип отдали они откатались там не знаю три месяца обратно ко мне пришли просто вот все развалилось все что можно было все что может открутиться все открутилось он говорит ну это самолет привет поэтому конечно Витя дал как бы технический подход к тому как это как это правильно было бы сделать но поиски производителей поиски особенно по металлургии связанные с производством корпусов все же хотят сразу же и много производителей заводов тем более у вас какой заказ сто штук ну как бы есть другие там там тоже как в жизни бывает что какой-то очень хороший знакомый знакомит тебя с директором завода а директор завода оказывается не менеджер которому лишь бы денег заработал тоже такой человек скажем творческий как и ты он подходит рисующий да что делаете о прикольно давай конечно сделаем как бы с его легкой подачи уже как бы попроще да у тебя совсем по-другому отношению тоже большое спасибо ребят а там такой интересный Валера есть он работает на фрезерном станке такой 5d фрезерный станок который может все что угодно сделать вот такая довольно-таки точная работа и он такой братан братан типа микрофоны да какие звезды в него поют у него фотографии пришли я тут сейчас ну ребята которые непосредственно они же вытачивают все это они же видят что они делают ты с ними общаешься тут должно быть это тут это вот тут миллиметр тут микрон вот как бы куча нюансов но люди все очень позитивные все такие прям вот вместе с тобой болеют за за то что ты делаешь как это это радует но мне кажется что мне в этом году 40 лет и как бы мне кажется что вот за наверное 20 лет отчетливой какой-то жизни я уже про свое взросление 16-18 не хочу вспоминать но вид из 20 я могу сказать что надо просто не смотреть по сторонам а как бы двигаться намеченным целям ни в коем случае не не рыть вокруг себя яму там проблемы там проблемы там проблемы там проблемы жить вредным от этого умирают поэтому бояться вообще нет смысла чего-либо вообще нет смысла надо просто брать делать маленькими шагами крохотными знакомствами узнавать интересоваться читать ходить не лениться как бы двигаться не знаю там вкладывать какие-то последние деньги в это тоже нормально ничего там страшного нет зато мы за это покупаем с опыт какой-то опыт но я говорю как с точки зрения не учим потому что я этим никогда не занимался это вообще не мое да мне просто вот жизнь мне так повернула что меня отправила как бы в такое путешествие я думаю что будет еще интереснее вещи потому что у меня уже есть идеи там я сейчас со вторым другом делаю идею поливка цветов автоматическая для дома я просто знаю что я люблю цветы я всю жизнь люблю их и как бы мне дома приятно когда стоять у меня есть другая проблема я их не поливаю я забываю я другу звоню говорю типа али сначала я залез весь алиэкспресс я все перерываю думаю ну сколько она там сколько она там стоит ну 20 30 40 50 евро ну купил поставил воткнул как бы ух нету нету сады и все что хочешь для дома нету я другу звоню слушай давай надо сделать надо сделать а у нас программ программирует ардуино там снова все на процессорах поставили на этих маленьких управляющих да давай у нас есть работающий прототип и мы хотим пойти куда-то типа на кикстартер закинуть как бы я себе уже сделал теперь вопрос что сделать с этим дальше есть вариант кинуть на кикстартер но на рынке нет вообще ничего подобного вот один из моментов что если у вас чего-то в жизни вам не хватает и вы что-то придумываете просто просто углубляться копать и рыть и пробовать что-то делать сидеть очень скучно у меня был момент когда я кстати поймал на какой-то мысли что типа все да когда ты теряешь цель ты теряешь цель это как ты теряешь ориентир наверное у меня было после того как и плагиат когда мы все разошлись потому что ты очень много уделял времени этому очень много уделял сил ну это не так что ты как бы отсюда и до обеда копаешь не те силы но ты постоянно о чем-то думаешь ты постоянно что-то анализируешь с кем-то общаешься и как-то в какое-то время я потерял но у меня в тот момент появилась студия большая и это как бы это не одно другое компенсировало но с другой стороны внутри была какая-то такая опустошенность потому что не было проекта а голова с душой говорила надо что-то делать надо что-то делать это некое творчество да но как бы это творчество просто перенаправил в другое русло да да я просто перенаправил и вот к счастью бог дал людей кто окружает которые тоже этим были заинтересованы я просто перенаправил и поэтому сейчас мне для меня очень важно занятие моим моими как бы проектами проектами да и наконец-то я могу заняться уже серьезным самообразованием уже до этого как-то не хватало ни сил ни энергии и желания не было языки учить еще что-то часто все приходит обратно и у меня появляется какое-то спокойствие ну она всегда была как бы просто сейчас она еще более утверждается потому что я вижу то что нерешаемых проблем в жизни нет надо просто работать и делать что-то что-то наверное в офисе сидеть наверное людей нет но имеется ввиду что если у тебя есть идея то пытаться ее реализовать надо слышать себя внутри потому что ветер дует в разные стороны каждый день и корабль тоже как бы он его несет в разные стороны то есть намечать какой-то план сценарий какой-то курс надо просто делать то что прет вот есть же вещи которые вот в жизни вот мне всегда у меня есть несколько знакомых люди офигенно рисуют просто таким работаю бухгалтер он делает так профессионально так классно рисует и и он несчастлив на работе я же как бы ну мы же пиво ходимся пить там все из баре как дела которые и вот как бы уже подходя как был каким-то личным отношением как-то в плане общению ты понимаешь что очень часто не часто как-то право говорит об этом ты знаешь как есть момент когда ты с кем-то знакомишься с каким-то человеком и ты слышишь как он отвечает на телефон а потом когда ты ему звонишь он тебе отвечает также хотя тут же он ходит трубку и ведет с тобой другую речь психология некая да ты понимаешь в какой момент как он на твои вопросы как он реагирует как он отвечает как ты просто видишь сейчас его с другой стороны когда он положил трубку ты будешь себе представить что там происходит в плане как он забрал вот и дальше может я как бы я же вижу что он несчастлив на работе хотя делают очень классные вещи мне кажется что надо заниматься просто любимым делом оно всегда приведет к какому-то бонусу конечно же все говорят типа что да ну много других людей кто занимается тем же самым да много но талантливых людей очень мало очень крайне их прямо вот как хип-хоп сейчас то же самое там просто считанные считанные я недавно я на спотифая переслушал просто мне мелкая что-то села на этого самого на луана тигр тигр это как прикольно на такой раз хорошо нравится рэп костум какой-то я сегодня стал папа игроки веселее грида веселее и как-то мне кажется что рэп он на очередном витке этот нашим мне кажется сейчас самая популярная музыка рок-то как-то ушел совсем для кого-то подожди ну для молодежи на который сейчас пытаются как-то деньги заработать вот и . точнее культуры и воспитание в этом 0 это блядство это мат это унижение всех вокруг это не профессионально и это 90 процентов рынка не профессионально вообще мимо вообще там ничего нету ну как бы я не знаю я всю жизнь этим занимался я как бы старался принести нечто больше часто какой-то но пипл хавают это как нельзя же не пройтись по по батлу оксимирона ты слышал альбом оксимирона я не понимаю ажиотажа да я понимаю что люди которые испытывают ажиотаж они либо дураки либо никогда ничего другого не слышали видимо это новое поколение которое как бы лень копаться в старых записях потому что них уже есть айпады они как бы заняты другим это были в другом поколении у нас вообще ничего не было для нас был компьютер это нечто а если у тебя уже что-то есть это вообще бог естественно мы как бы вырыли везде информацию сейчас информацию рыть не надо и люди какие-то они как-то странно но это я не знаешь и пуска все как-то вот так вот 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 вроде бы как информации много ну как бы ее хотят широко углубляться в тему я я просто хочу сказать о том что как-то все низко пала низко пала вся культурная она очень низко пала она не есть музыканты которые держатся и как бы их приятность слушать с ними там можно и не знаю нажать на газ пошли эмоционально тебя заряжают потому что что главное музыки это сопереживание нашел свои чувства в душе с этой музыкой но если там из-за меня я наклоняю тебя там бла-бла-бла-бла-бла-бла да я уже клубы не хожу хер знает сколько лет может быть как бы еще в 17-18 как разница поколений естественно это и есть их жизнь может у тебя есть свои дети ты понимаешь что это окружает их и как бы ты же понимаешь что это не есть хорошо я уверен что есть челябинск да и я при всем уважене к челябинску и не просто из нашей раши как бы кажется что как бы есть челябинск да есть тагилы кажется там что есть какие-то пацанчики которые конечно это воспринимают за чистую монету ребят это не так это не так клуб это отстой там ничего нету свежий воздух быстро волейбол играть ничего там нету ничему хорошему не ведешь что самое главное я не принимают людей кто-то покупает это что как кто-то мне рассказывал из москвичей типа когда ты выпускаешь альбом ты еще там не знаю тысячи две три тысячи пять тысяч денег докладываешь в ротацию своего альбома отправляешь в китай где фермы как бы набивают тебе очки потом все диджей говорят смотри за четыре дня миллион просмотров это круто а вы так не делаете кому он блин ну ты же четко понимаешь что это накручено это накручено до этой и ты слышишь что это не настоящий и что самое главное можно было сказать что там какое-то время что там пинг флойд это было там не настоящая потому что я слушаю рэп но время проходит и ты понимаешь что пинг флойд это пинг флойд а рэп это приходит уходит ну как бы типа того да и ты как бы уже взрослеет и понимаешь что то что сейчас происходит это не есть хорошо лично мое мнение то же самый steam это был battle рэп и это было что-то было новое для меня было это много и для всех было новое и он поднимался по этой лестнице исходя из нука из того что-то было новое но все должно расти как-то как-то должно формироваться нечто новое перерастать мне поэтому кажется то что сейчас происходит это должно как-то перерасти я не понимаю батлов которые происходят потому что они battle это же все-таки это спорт до соревнования искра ума вот что самое главное искра ума когда люди читают заранее заготовлены текста как сейчас был при этом нет по умножению копейна расскажу капац теперь говорите скобриги был battle они читают четыре стиши которые они типа заучили точнее они анализируют весь весь этот самый они анализируют даже быстрее 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 они анализируют всю твою жизнь ищут все поднагодным со всеми общаются потом у тебя это сливают кому какой-то кгб что ли а искра ума это когда два человека выходят на ринг и как бы они вот-вот искрометность это как это как комедий клуб только в реальном времени даже здесь выход только один и самому делать то что ты считаешь правильным или выбирать ну как а как но нет и не нужно ну уж это ограничивать ну надо же людей просто напоминать вот и свои передачи напоминаю что были истоки и было и было по-другому может быть опять же говорю это какой-то данный момент какой-то поворот событий есть данный константа но нельзя же конечно кто-то первый кто-то последний время то идет она просто постоянно идет когда-то вот сейчас например этот удобный рэп который для малолетов он как бы доминирует но через полгода он может исчезнуть что-то придет появится новый или появится новая музыка и да и да 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 что за что должно просто на данный момент времени вот в 2018 году в январе как бы мне кажется что это не тот вектор в котором нужно двигаться и касаемо батл рэпа тоже какой-то никак какая-то фигня ну я просто видел людей кто это делают на ходу в реальном времени и это было удивительно это было просто потому что понимал что люди прямо мысли свои формируют здесь сейчас а не заранее там типа кому-то чего-то ну так я не знаю даже что сказать позитивчик нужен какой-то занимайтесь любимым делом творите то что вас прет никого не слушайте учитесь наверное это самое главное что надо делать учиться учиться всему и постоянно потому что этот процесс невозможно остановить все постоянно развивается и нам нужно постоянно быть собранными с острым с острым как сказать с острым не мозгом сюда с острым умом потому что все таки затуманенный мозг мешает постоянно очень много копаемся в себе как сказал один мной уважаемый человек надо закрыть все свои подвалы все позакрывать брать все страхи двигаться вперед тогда будет обязательно успех будет цель будет достижение будет не знаю наверное сама самовыражение более полноценное сможете быть спокойны свое будущее и заниматься любимым делом просто набор слов я даже не знаю как это выразить просто занимает свое любимое дело все, peace иди за мной Субтитры сделал DimaTorzok